За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 139 происшествий. Из них 10 преступлений, из которых 5 раскрыто. По 5 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 72 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. Пострадало 3 человека, причинен материальный ущерб. Так, 14 сентября текущего года, около 14 часов 36 минут, на пересечении улиц Первомайской и Полярной города Наринмара, произошло столкновение двух автомобилей. Водитель автомобиля Део, двигаясь по улице Полярной в сторону автозаправочной станции, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Субару», двигающимся по главной дороге в сторону поселка Искателей. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчины и две женщины получили телесные повреждения, и бригады скорой помощи госпитализированы в хирургическое отделение Ненецкой окружной больницы. По данному факту, сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники ОМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В целях соблюдения правил дорожного движения по предоставлению преимуществ в движении пешеходам, переходу проезжей части в зоне действия знака «Пешеходный переход» 15 сентября 2017 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Выявлено 7 административных правонарушений. В целях поддержания правопорядка в период навигации, осуществления контроля за убывающим и пребывающим речным путем транспорта, на территории региона проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Навигация-2017». С 17 августа по 13 сентября 2017 года сотрудниками полиции проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», направленное на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, в ходе которого полицейскими выявлено 25 административных правонарушений. Прилучено к ответственности 9 иностранных граждан, из них один гражданин за осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов. Должностными лицами вынесено 25 решений о наложении административных штрафов на общую сумму 149 тысяч рублей, взыскно 20 административных штрафов на сумму 81 тысяч рублей. Также в ходе осуществления полицейскими контроля за прибывшими в округ гражданами речным транспортом выявлен гражданин Азербайджана без соответствующих документов на трудовую деятельность на территории Ненецкого автономного округа. Стражами порядка на гражданина составлен административный протокол по части 1 статьи 18.10 Кодекса об административных правонарушениях. Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации. 11 сентября 2017 года в дежурную часть полиции с заявлениями о телефонном мошенничестве обратились две жительницы нашего округа. В ходе опроса потерпевших стражами порядка установлено, что в обоих случаях мошенники действовали по одинаковой схеме. На телефонные заявительницы через мобильное приложение Viber поступили сообщения с номера 900 о том, что с их банковских карт произведено снятие денежных средств, а также указан номер телефона для отмены операции. Получив сообщение, обеспокоенные женщины незамедлительно перезвонили по указанному номеру. Трубку взял мужчина, который представился работником службы безопасности банка. В ходе разговора с работником банка потерпевшие сообщили ему, что им пришли сообщения о переводе денежных средств, которых они не совершали. Мужчина попросил заявительниц продиктовать ему номера их банковских карт, после чего назвал женщин по имени-отчеству, что придало им уверенности в том, что они действительно разговаривают с сотрудником банка. Телефонный аферист сообщил потерпевшим, что неизвестными лицами с их банковских карт совершены попытки перевода денежных средств. И чтобы обезопасить банковские счета, женщинам необходимо сообщить ему секретные трехзначные коды их карт и все пароли, которые будут поступать на мобильные телефоны. Согласившись с мошенником, доверчивые женщины продиктовали ему все необходимые данные. Через некоторое время с их банковских карт произошло списание денег в общей сумме 80 тысяч рублей. По данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Сотрудники полиции рекомендуют гражданам во избежание снятия денежных средств банковских карт не сообщать свои реквизиты, пароли, коды подтверждения и какую-либо личную информацию неизвестным и малоизвестным лицам. При поступлении смс-сообщений подобного содержания необходимо незамедлительно связаться с оператором службы поддержки вашего банка. Телефон указан на оборотной стороне банковской карты или в отделение банка и при необходимости заблокировать вашу карту. 14 сентября текущего года в дежурную часть окружной полиции позвонила жительница региона и сообщила, что из подъезда жилого дома по улице Ленина совершена кража принадлежащего ей велосипеда. Заявительница рассказала полицейским, что похищенный велосипед находился в подъезде без противогонного устройства. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность злоумышленника, совершившего кражу транспортного средства. Им оказался несовершеннолетний 2007 года рождения, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних управления. В настоящее время сотрудниками полиции велосипед изъят у подростка и передан владелице. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В очередной раз полицейские напоминают жителям округа ответственно относиться к сохранности своих велосипедов. Всегда использовать противогонные устройства, не оставлять свои велосипеды надолго без присмотра, не давать шансов преступникам завладеть вашим имуществом. 17 сентября 2017 года в дежурную часть окружной полиции поступило сообщение о том, что неизвестное лицо в городе Наринмаре незаконно реализует алкогольную продукцию, размещая указанную информацию в социальной сети друг вокруг. В ходе проверки полицейскими установлено, что гражданин 83-го года рождения, осуществлявший продажу алкоголя, доставлял заказ на автомобиле и во время очередной продажи он прибыл на адрес, указанный покупателем, где продал бутылку водки объемом 0,5 литров. Сотрудниками полиции изъят у злоумышленника 14 литров алкогольной продукции. Правонарушитель будет привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами. По результатам проверки материалы административного расследования будут направлены в мировой суд для рассмотрения и перенятия решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 12 сентября 2017 года житель округа, находясь на работе в курьерской службе, получил от диспетчера заказ на перевозку груза и номер телефона контактного лица. Курьер позвонил по указанному номеру для получения уточняющей информации о заказе. Поднявший трубку мужчина представился работником организации, из которой нужно забрать груз. Но адрес и другие данные не смог предоставить достоверно. Работник курьерской службы, будучи осведомленным о подобных схемах в мошенничестве на территории округа, понял, что общается с эфиристом и сразу же прекратил телефонный разговор. Стражи порядка призывают жителей округа быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. При разговоре с неизвестными людьми задавайте больше уточняющих вопросов. Если вы заподозрили в ходе общения, что вас хотят обмануть, то сразу же прекращайте разговор с неизвестным. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова